Всем привет! Продолжаем знакомиться с микроконтроллерами семейства ATTINI. В этом видео мы познакомимся с принципом работы фоторезистора и будем передавать изменяемое им значение в аналоговый порт ATTINI, обрабатывать и выдавать нужный нам результат в цифровой порт. Фоторезистор это переменный резистор, сопротивление которого меняется в зависимости от количества света, падающего на его поверхность. Чем больше на него падает света, тем меньше его сопротивление. При полном отсутствии освещения сопротивление резистора будет максимальным, а следовательно напряжение на его выходе будет близко к нулю. Разместим фоторезистор на макетной плате. Одну его ножку соединим с плюсом Ардуино, а вторую через резистор на 10 кОм соединим с землей. Её же соединим с аналоговым портом А0 Ардуино. Напишем небольшой скетч, в котором мы будем с помощью функции Analog Create считывать значение из аналогового порта А0 и преобразовывать его в число интервалом от 0 до 1023. А полученное значение выводить в монитор порта. Загружаем скетч, открываем монитор порта и видим что значение изменяется по мере изменения освещенности. Теперь вернёмся к собранной в прошлом видео схеме с отойтенью 13 и мигающим светодиодом. Добавляем к схеме фоторезистор. Одну ножку фоторезистора соединяем с питанием 5 вольт, а другую которая подключается к земле через сопротивление с третьим пином АТ-тини. Вносим изменения в скетче с прошлого видео. Добавляем постоянную связанную с аналоговым пином А2. Если смотреть даташит на АТ-тини, то это как раз ножка номер 3. Переменную вэлл, в которую будет записываться значение функции nl-create. А также условия, при котором если значение переменной вэлл менее 600, что соответствует низкой освещенности, светодиод будет зажигаться. А если более, то гаснуть. Эти ограничения можно подбирать по ситуации опытным путём. Проверяем, что у нас правильно выбран микроконтроллер и загружаем скетч в АТ-тини 13. Закрываем фоторезистор и светодиод зажигается. Открываем, светодиод гаснет. Вот такая у нас получилась эмуляция датчика освещенности. То есть мы получили аналоговый сигнал из внешнего источника, обработали его и на основе заранее заданного условия изменили режим работы другого внешнего устройства. И всё это с помощью маленького и недорогого микроконтроллера АТ-тини 13. Этот же скетч без изменений можно реализовать и на микроконтроллере АТ-тини 85. Ссылка на скетч на библиотеке для работы с АТ-тини 13 и с АТ-тини 85 в описании. Спасибо за просмотр. Кому понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока.